Для модернизации, для технического и технологического перевооружения предприятий, связанных, скажем, с приобретением новой техники или технологии, необходимы инвестиции. И для эффективного управления инвестицией 40% является определение оптимального источника инвестиций. Давайте проведем мозговой штурм. Если бы... Какие источники инвестирования вы бы использовали для приобретения нового оборудования? Выпуск акций. Выпуск акций. Кредит банка. Кредит. А безвозмездная помощь пойдет? Да. Безвозмездная помощь. Кредит. Заинтересователь. Что еще? Иностранные инвестиции. Иностранные инвестиции. Спасибо. На слайде по балансу предприятий мы, источники финансирования, они классифицируются на два вида. На внутренние и внешние. Внутренние источники инвестирования относятся собственный капитал, эмиссия ценных бумаг, иностранные инвестиции и государственные субсидии. А к внешним источникам инвестирования мы можем отнести кредитные ресурсы и лизы. Здесь я хотела задать один вопрос вам. Если ваше предприятие необходимо приобрести какую-то новую технику или технологическое оборудование, что бы вы выбрали, кредит или лизинг, и почему, пожалуйста. Я бы выбрала лизинг, потому что технологическое оборудование может быть очень дорогим, и у меня может не хватить залогового обеспечения, а там можно заплатить какую-то часть, и само это оборудование может быть залогом. Поэтому я, наверное, выбрала лизинг. В вашем случае вы предлагаете лизинг. У кого еще какое мнение по этому вопросу? Пожалуйста, на лизинг. Я бы выбрала кредит, потому что у меня есть поручитель, и мне не нужно будет в данном случае, в случае кредита, вносить первый взнос. Достаточно поручить. А теперь давайте это рассмотрим на конкретном примере. На слайде мы приводим таблицы конкретные сравнительные результаты расчета и сравним, что будет предприятие при приобретении этой новой техники использовать лизинг или кредит. Конкретный пример на примере покупки приобретения трактора. Значит, если смотреть по показателям, возьмем первый показатель, это стоимость трактора. Стоимость трактора при лизинге составляет 44 миллиона. А при кредите, обратите внимание, 48 миллионов. Здесь преимущество по цене идет по лизингу, потому что при лизинге, значит, здесь, обратите внимание, применяйте сдержки на 8,1%. По второму показателю, если мы будем смотреть, то здесь период лизинга. По лизингу это долгосрочный, а по кредиту это 3 года составляет. Естественно, здесь мы можем смотреть, если вы возьмите 3 года кредит, если это сумма за 3 года, это будет тяжело, будет предприятию оплатить. А когда долгосрочный, оно легче будет платить при долгосрочном. Третий показатель – авансовый платеж. При покупке, приобретении по лизингу трактора, а значит, лизинга в компании предоставляет срок лизинга семьи. А по кредиту вы знаете, что основное требование банка при получении кредита – это залоговое обеспечение. И значит, предприятие должно обеспечить 125% залогового обеспечения. В данном случае наше предприятие не может обеспечить 60 миллионов залогового обеспечения, оно может обеспечить 6 миллионов авансового платежа. Поэтому преимущество данного предприятия – идет лизинг. Следующий показатель, если мы будем смотреть, годовая процентная ставка. Также при лизинге предоставляется льготная процентная ставка по сравнению с кредитом. И последний показатель, если мы будем рассматривать, это итоговая сумма, которая подлежит выплате. При кредите 71 миллиона составляет, а при, скажем, лизинге 40 миллион. Даже если после договора по лизингу по истечении этого срока предприятие собирается по конечной стоимости, остаточной стоимости выкупить этот трактор, по амортизации, учитывая амортизационную амортизацию, то ему это отходится в 52 миллиона. И здесь можно сделать такой результат, что в данном случае нам выгодно использовать лизинг. И каждое предприятие должно при выборе источников инвестирования сделать такой сравнительный расчет, чтобы сделать правильный, оптимальный выбор источников инвестирования. Далее мы приводим следующий пример. Вы с вами обсудили преимущества, недостатки привлечения схемы лизинга и кредита при финансировании проекта. Но у каждого из менеджеров наверняка еще раньше возникнет вопрос, а стоит ли вообще использовать заемные ресурсы, если у нас достаточно своих собственных средств, если у нас есть желающий инвестор, который готов войти своим капиталом, в наш капитал, стать нашим партнером. Как вы думаете, стоит ли брать кредит в случае, когда у нас есть достаточно собственных ресурсов? Дмит, пожалуйста. Я бы, если у меня достаточно собственных средств, я бы не стал брать кредит, потому что это, чтобы запустить, что я задумываю, что кредит занимает очень много времени, и оформление, залоги. И потом, когда уже запускаешь новое строительство, пока больше процентов, то у тебя закружится голова. Как время быстро бежит, и как они тогда торопить начинают. Так, то есть вы бы не взяли кредит, если бы у вас была необходимость закупить какую-то оборудование? Если у меня есть деньги, я бы предложил кредит сам. Так, есть другое мнение? Нет. И те средства, которые у меня есть, аккумулированы в моем предприятии, я бы их вложила, и постаралась бы, чтобы они дали мне доход больше тех процентов, которые я заплачиваю. То есть, если бы были свободны, у вас есть возможность свободные ресурсы еще куда-то вложить в альтернативный вариант получения дохода и распределить риски. Акаджи. Дерсифицировать свои риски. Я бы взяла на кредит, естественно. То есть, очень важно менеджеру обязательно делать такой анализ предварительно при принятии решения об инвестировании в какой-либо инвестиционный проект. Посмотрим это на конкретном примере. Допустим, у нас есть предложение, идея вложить в бизнес определенную сумму, и мы рассматриваем вариант финансирования за счет собственного капитала, то есть мы не берем кредит. В данном случае мы делаем расчеты, делаем расчеты наших объемов, прибыли, расходов. Процентов у нас нету, остается только заплатить налог из прибыли до уплаты процентов и налогов, и мы с вами видим, подводим итоги, у нас бухгалтерская рентабельность, что очень важно инвестору, сколько же он с каждого суммы своих собственных средств получит чисто прибыли. 12% инвестор удовлетворен. Но теперь менеджер предложил другой вариант. А если мы попробуем ту же самую сумму вложить в проект, но вложить своих средств меньше, а взять кредит. Да, опять мы делаем расчеты, прибыль до уплаты процентов и налога у нас та же самая, естественно, мы анализируем тот же самый проект, но у нас появились выплаты по процентам. Это уменьшает прибыль. Мы платим налог, чистая прибыль получается меньше, но что мы с вами видим? Квентарность выше. Квентарность выше? Да. А почему она здесь оказалась выше? Почему? Выше почти на 2%. Ничего вас не смущает? Правильно ли все наши расчеты здесь? Посмотрите, здесь мы брали какую сумму собственного капитала? Все, которое необходимо было инвестировать в этот проект, иначе бы проект не заработал. В этом случае мы также инвестировали 2,250, но полтора миллиарда мы своих средств только вложили, только полтора миллиарда. 750 была сумма кредита. А общая сумма осталась 2,250. И за счет вот этого эффекта мы с вами получили эффект такого финансового рычага, такой интересный тем, который мы еще будем с вами обсуждать. Поэтому менеджерам очень важно делать такой расчет предварительный. На этом слайде мы с вами видим пример конкретного проекта, первоначальной стороны проекта, которая состоит из, естественно, собственного капитала, и мы видим структуру, что нам нужно, чтобы осуществить производство фруктовых соков, пюре, какое оборудование, какое сырье. И мы видим, что все вот это нужно профинансировать за счет собственных след и за счет кредита, потому что у нас не хватает собственных след. Собственных след участвует в проекте всего 14%. По требованиям банка этого недостаточно. Должно быть 25%. В этом случае как раз менеджерам могут предложить такую варианту. А что если мы попытаемся часть оборудования, которое будем закупать в кредит, не в кредит, а привлечь инвестора и только остальную часть взять за счет кредита. То есть такой анализ обязательно менеджерным домом проводится. Пожалуйста, прошу запомнить эту цифру. Мы с вами ее зафиксируем на доске. 1 миллиард 640 миллионов. Мы еще к ней вернемся. Следующий момент, который мы хотели бы с вами обсудить, это проведение мозгового штурма. И я бы хотела, чтобы ваши предложения шли по поводу вот такого момента. Какие вопросы задаст мне кредитор задаст мне инвестор, то есть это два совершенно разных лица, если я обращусь к ним с просьбой профинансировать мой бизнес-проект? Мы выставим тогда пишем идеи сразу по другому варианту. Ищу кредитору. Вопросы кредитора. И вопросы инвестора. Пожалуйста, какие есть идеи? инвестор. Сколько вам нужно? Так. То есть, естественно, инвестор, у него есть деньги, сколько вам нужно, он спрашивает. И кредитору наверняка спросит, есть ли у вас бизнес-план. есть ли бизнес-план? Инвестор спрашивает. А это не дивиденды, инвестор. Это инвестор спрашивает. и медвестор. Карюшин. Размерти. Размерти. Минвестор. Сергей, динвестор, я думаю, кредитор интересуется за последние несколько лет вашими бухгалтерскими книгами. Кредитные истории и бухгалтерские книги отчетки. Кредитор посетить должен вашу производственную площадку и физически проверить ваш бизнес. Инвестор ко всему этому еще и будет интенсивно интересоваться качеством вашей управленческой команды. Инвестор проведет собственное расследование качества ваших управленческой команды. Именно с точки зрения команды. Анализ профессионализма людей. То есть именно профессионализм. Инструктура, а именно акцентируется на профессионализме команды. Профессионализм и личные качества. Характер. Это можно инвестору? Как вы думаете? Или не важно? Когда его собственного запаса? Сроки окупаемости. Мы с вами видим, что вопросы совершенно разные. Но, наверное, все-таки, когда мы говорим о кредиторе и инвесторе, наверное, есть что-то общее в их вопросах. Может быть, та информация, которую не хотят от нас услышать, от нас, от менеджеров, она из разных источников группу вступает к ним? К кредитору и инвестору? Из разных источников? Хорошо. Еще один наводящий вопрос. Скажите, в каком документе мы сможем увидеть ответ на то, что будет ли прибыль у инвестора? В бизнес-плане. И кредитор, вы сами сказали, тоже скажет. Бизнес-план. А зачем ему нужен бизнес-план? Только потому, что это перечень документов? Нет, ну там четко видно, что... Да, бизнес-плана показывает. Потому что важно убедиться, что кредит, который он вложит, даст нам к вами, будет обращаться. То есть для и кредитора, и для инвестора важно наличие бизнес-плана, который будет разработан компанией. Сейчас я бы хотела с вами провести небольшую ролевую игру, с вашего позволения. Мы с вами уже работали в группах, поэтому мы остаемся в том же составе. У нас четыре группы. Пожалуйста, группа Демира, группа Атабека, группа Махабо и группа Гульноль. Как вы уже помнили, мы будем обсуждать структуру бизнес-плана. Секундочку, пожалуйста, прошу. Прошу внимания, я сейчас озвучу задание. Бизнес-план не имеет какой-то четкой, обязательной структуры в составлении. Но есть определенные рекомендации от международных организаций. И в первую очередь я запишу какую-то определенную часть бизнес-плана. Естественно, любой бизнес-план начинается в третьем эре. То есть инвестору и кредитору сразу хочется понять, о чем идет речь. Потом, естественно, и инвестору, и кредитору важно, с кем он будет работать. Информация о партнере. Сведения о партнере. И кредитору, и инвестору важно, чтобы они поняли вообще цель этого проекта. Он реален, он осуществим, и он соответствует ли каким-то тенденциям экономической ситуации в стране. Итак, все основные разделы ключевых мы с вами увидели. Сейчас я хотела бы, чтобы каждая группа, вы видите, я отрезала вам разные части бизнес-плана. Выстрела логическую цепочку. Разложите, что уйдет дальше после целей. Какие разделы бизнес-плана вы как поставили, в какую последовательность. И как в игре «Что-то и когда»? Пожалуйста, одна минута. Время, время осталось. Осталось 20 секунд. Готово. Так, команда Демира готова. Да, мы готовы. Готовы. Отлично. И я надеюсь, отобед ваша команда тоже завершила. Давайте подведем итоги. Итак, вариант первой команды. Какой раздел следует после цели проекта? Описание продукции. Описание продукции. Так, следующий. Анализ рынка и конкурентов. Анализ рынка и конкурентов. Так. Анализ риска. Анализ рисков, сырье, план продаж, технология, финансовый план и оценка эффективности. Спасибо. Вторая группа Акапе, пожалуйста. Описание продукции, сырье, анализ рисков, рынка, 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 рынка и конкурентов. Потом анализ рисков, местонахождение проекта, финансовый план, план производства и план продаж и оценка эффективности. Так, Гульнора, ваша команда. Анализ рынка и конкурентов, местонахождение проезда, описание продукции, сырье, план производства и продаж, финансовый план, оценка эффективности, анализ рисков. Так, свой последний, другой четвертый, пожалуйста, команда Марфобот. Так, у нас описание продукции, анализ рынка и конкурентов, план производства и план продаж, местонахождение проекта, технологии, техническая оснащенность, сырье, финансовый план, анализ рисков и оценка эффективности. Как вы видите, четыре команды, практически разные мнения сложились, да, три команды единства в том, что описание продукции должно идти следующим после цели. И как я уже говорила, конечно, конечно, мы не можем навязывать вам составление бизнес-плана, но есть все-таки рекомендации, которым, да, я думаю, следуешь, обязательно следовать. Итак, рекомендации по составлению бизнес-плана, стандартная схема составления бизнес-плана. Что мы с вами видим? Какая команда оказалась ближе всего? Команда Гульноры, спасибо. Мы, естественно, рассмотрим с вами каждый из этих разделов подробно, но мне бы хотелось акцентировать внимание именно на вот этом пункте. Оценка эффективности проекта. Почему? Потому что у нас сейчас в группе сидит инвестор Демир, который хочет, не хочет брать кредиты, он хочет выкладывать сам. И его в первую очередь интересует, какая же будет прибыль, что же будет с проект, с моими средствами в проекте. Конечно, это нестандартно, значит, его обсуждение бизнес-плана именно с этого пункта. Основными показателями для оценки эффективности проекта являются показатели чистой текущей стоимости и внутренней нормы рентабельности проекта. Мы рассмотрим эти показатели с вами следующим образом. Что это была та цифра? Что она показывала? Общая стоимость проекта. Согласны? Вспоминайте. Было у нас такое на слайде или нет? Общая стоимость проекта, конечно. Общая стоимость проекта. Соответственно, эта стоимость проекта должна в какой-то момент времени вернуться. И это будет возвращаться постепенно, постепенно, совершенно верно. Это будет возвращаться с помощью будущих денежных потоков. Первый год, второй год, третий год. Соответственно, будет давать задача правильно оценить оккупательность проекта, правильно спрогнозировать вот эти потоки. И нам нужно три года, которые у нас есть, вернуть в сегодняшний день в порядке положения вот этих инвестиций. Продесконтировать эти денежные потоки. Вернуть их в сегодняшний день. Положить их на одни весы вместе с инвестициями. Здесь будут будущие потоки, но оцененные сегодня. То есть, как будто бы вам на блюдечке сейчас принесли и сказали, вот то, что вы получите через три года. Оно есть сейчас у вас. Вот оно. А на втором блюдечке, то, что придется вложить, чтобы это получить. Как вы думаете, что должно быть? Какое соотношение между этими двумя показателями? Какое соотношение между первоначальными инвестициями и суммой будущих ваших доходов? Какое должно быть соотношение? Что должно быть больше, что должно быть меньше? Доходы. То есть, вот эта часть на весах должна быть больше. Да? Хорошо. Для принятия положительного решения. Да? Да. Отлично. Давайте посмотрим. Выберите, пожалуйста, где ваш ответ. Отзвучьте его. Где он на рисунке изображен? Какое условие должно выполняться, вы сказали? Доходы должны быть больше. Доходы должны быть больше? То есть, вот это, да? Да. Вот у нас здесь сумма инвестиций. А вот здесь? Доходы. Будущие доходы. Вы сказали, не должны быть больше. Это обязательно. Или что-то должно быть все-таки как минимум выполнено? Нет, больше. Ну, хотя бы мы должны окупить своих вложений. Окупить. Да. Вот на этом рисунке мы видим, что происходит окупаемость. И мы должны ее доказать, рассчитать. А что плохого, что не должно быть? В каком случае инвестор или кредитор откажет нам финансирование? Не будет окупаться. Да. Соответственно, когда инвестиции на весах больше перетягивают, чем мы получаем за запланированный период. Соответственно, мы недовольны, мы разочарованы в этой ситуации. Мы не можем принимать решения. Здесь мы можем смело принимать решения о финансировании. И в этом варианте, конечно, мы просто можем быть очень и очень довольны и считать наши доходы. Давайте подведем итоги нашего занятия сегодняшнего. И что мы узнали? Что мы узнали, ребят? Структуру бизнес-плана. Теперь мы с вами знаем структуру бизнес-плана. Согласны? Бизнес-план, структура. Еще мы узнали с вами такие показатели в АКСБИ. Еще мы с вами узнали источники финансирования нашего бизнеса. А теперь вопрос, который у нас останется открытым и будет началом нашей следующей сессии. Что мы хотим теперь узнать? Мы хотим узнать, как будет дисконтирование. Конечно, мы говорим о дисконтировании, что это такое. Так, еще. А я хотела бы узнать, когда АКСБИ будет обрагнули. То есть, когда именно, при каком случае, и романуру. Так, прогноз. Еще. Удаль узнать проценты из потоков. Как очистить будущий поток и от доходов. Процесс. Таким образом. Хотим узнать, будет у нас началом нашей следующей сессии. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ